Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас факт по программированию уже номер 32, то есть я уже в 32 раз отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете по разным каналам. И в общем на сегодня у нас раз, два, три, четыре вопроса, они на самом деле достаточно интересные, как мне показалось, особенно некоторые, в общем можно подемагогировать немножко на эту тему. Вот, и в очередной раз напоминаю, что подписаться на канал, бла-бла-бла, ну в общем вы сами прекрасно знаете, давайте я переключусь на первый вопрос и в общем-то начнем. Итак, вопрос номер 143, он у нас первый на сегодня, звучит он следующим образом, что такое файлинг фаст подход, в общем с чем его выйдет и что это такое. Ну, смотрите, на самом деле тут самый простой вариант показать на примере. Предположим, что у нас есть какая-то сущность, называется пост, у нее есть некоторое количество методов, вернее свойств, которые мы будем использовать в запросе. И в общем-то, что здесь самое главное понять и увидеть. У нас есть вот такой вот запрос, который возвращает, вернее сортирует, грубо говоря, наши посты, ну то есть пример конечно надуманный, но тем не менее, которые были опубликованы сегодня, ну мало ли, так тоже бывает. И как параметр мы передаем айтемы и собственно говоря юзернейм. Но надо понимать, что у нас вот это вот значение обозначает, что не может быть нул. Вот этот вопросик, вернее, обозначает, что эти параметры могут быть нул. То есть мы можем ни то, ни другое не передать или то и другое не передать. И не знаю, обращали вы когда-нибудь внимание на то, что из нул у ремпти, а он у стринга сводится именно к тому, что если пустая строка, то есть в данном случае юзернейм, тогда мы возвращаем нул. То есть вот этот вариант как раз обозначает, что fastFailing. Мы не делаем дальнейшую обработку, вот эту вот, потому что мы уже точно знаем, что у нас юзер здесь вот сломался, юзернейм, поэтому собственно говоря, выбрасываем здесь ноль и все. Ну, в смысле ноль, да. Вот. Ну и таким же образом мы проверяем items, которые могут быть тоже нул, то есть коллекция к нам не пришла, и таким же образом выкидываем ноль. То есть мы максимально быстро освобождаем реквест, чтобы не делать дополнительные телодвижения. Ну, вот как-то вот так, наверное. Я думаю, что, конечно, пример надуманный, но теоретически я объяснил то, что хотел, а вот поняли вы или нет, как бы другой вопрос. Вот. Ну, надеюсь, что понятно. То есть чем быстрее вы отпустите реквест, или там, чем быстрее отпустите сервер от себя, то есть отдадите клиенту какую-то информацию о том, что невозможно выполнить запрос, а не сначала делать запрос, потом делать проверки. Ну, то есть вот, чем быстрее зафейлите, тем лучше. Вот в этом, как бы, весь этот подход и есть. Вопрос номер 143. Можно ли использовать Date-only и Time-only в сущностях для Entity Framework Core? Ну, на самом деле, так, смотрите, недавнего времени появились эти параметры, то есть эти типы в C-Sharp, Date-only и Time-only. Entity Framework пока их не поддерживает, но существует вероятность их использовать, ну, использовать такой вот Value Converter, который, собственно говоря, вы вот создаете. Выглядит он примерно вот таким вот образом, где вы просто конвертируете, ой, сорян, где вы конвертируете ваше значение в MinValue, в общем-то, ну, тут, я думаю, все понятно, да? И потом, собственно говоря, вы вот здесь вот, когда конфигурируете систему ISP.NET Core, нет, вру, Entity Framework Core, когда вы конфигурируете, там есть он Configuration Verite, и вот здесь, в данном случае, подключаете тот самый конвертер. Ну, в общем, так можно сделать и на nullable объект, и я думаю, что понятно. То есть вот это вот в этом месте подключается, и, собственно говоря, можно использовать. Я надеюсь, что в дальнейших версиях Entity Framework Core это будет поддержано, во всяком случае, в roadmap это заявлено, так что будем всего лишь навсего ждать. Итак, вопрос номер 144. Где хранить JVT токен и SecretKey? Ну, на самом деле, нужно понимать, что это два совершенно между собой не связанных понятия. JVT токен выдается... Ну, если мы говорим про Access Token, а JVT это всего лишь формат, то JVT токен, который обычно называется Bearer Token или Access Token, ну, еще есть ID Token, это как бы не важно. Есть Refresh Token, но уже немного другого формата. Этим не менее, JVT токен хранить желательно нигде. Дело в том, что если говорить про AOS 2.0 спецификацию, то этот токен выдается на определенный срок, там, по-моему, по умолчанию один час, и хранить его нигде не нужно, вы его получили, подход там простой. То есть, в памяти, и как только вы, в общем-то, перестали работать в сессии, браузер закрыли, токен должен удалиться, хранить его нигде не нужно. Это с точки зрения безопасности, а вы, в принципе, можете его на бумажке распечатать и раздавать всем прохожим, что, собственно говоря, тоже не возбранится. Ну, надо понимать, что по истечению времени он протухнет, ну, ладно, не важно. В общем, JVT токен нигде хранить не нужно, теоретически в память. Отправили запрос на AOS сервер, получили этот токен, похранили в памяти, поотправляли его в хедере для всех запросов для хождения по разным API сервисам, выполняя разные API запросы. Ну, далее, вы закрываете браузер, у вас токен должен стереться, и, в общем-то, в общем-то, сессия прошла, токен исчез. Для следующего раза входите и снова получаете токен. SecretKey, ну, смотрите, на самом деле, это такое очень абстрактное и большое понятие, которое, на самом деле, ну, в чем можно в него включить, SecretKey, что такое SecretKey? Это может быть логин или код там подключения сервера, или URL какого-нибудь адреса, в котором дополнительным параметром. В общем, что такое SecretKey? Мне тяжело об этом судить, но давайте предположим, что это какие-то секретные данные пользователя, которые не должны попасть в гид хранилища, но при публикации, как бы, этот SecretKey должен подставиться, чтобы система, допустим, запустилась, ну, в каком-то контейнере, еще что. Ну, говоря другими словами, например, это пароль на доступ к базе данных. Вот так вот я придумал себе, если я не прав, поправьте меня в комментариях. Итак, где хранить SecretKey? Ну, смотрите, когда вы разрабатываете Visual Studio, Visual Studio придумала, то есть Microsoft придумал такую штуку, называется UserSecrets, и это хрень, в смысле, это хранилище хранится под вашей учетной записи, в вашем каталоге, в вашей винды, ну, собственно говоря, Windows. И когда система запускается, вот этот вот UserSecretKey, UserSecrets называется, есть на сайте Microsoft описание, как это работает, она просто подставляет его, то есть она переопределяет в AppSettings некоторые значения. Другими словами, вы эти значения получаете в коде из специального хранилища, когда AppSettings просто мерзится с вашим SecretKey. Таким образом, когда вы публикуете в гид, ну, хранилище вот этого вашего кода, то ваш SecretKey не попадает в хранилище и, соответственно, не может быть доступен там в открытом, закрытом коде, неважно. Тем, кто прочитал ваш код с GitHub, с GitLab, неважно, без BitBucket, они не получат доступ к вашему секретному ключу. Но, другими словами, если вы опубликуете это, попробуете запустить публикацию на продакшн, то этого SecretKey не будет в этом вот репозитории и, соответственно, публикация сорвется. Для этого придумали в каждом из GitLab, GitHub, BitBucket, есть такое понятие, как хранилище, ну, секретов, если хотите, где вы можете специальным образом создать объект, который вы видите сами один раз, и, то есть, вы опубликовали, вы записали его в гид ключи, и потом эти ключи можно использовать при публикации. Эти ключи даже вы сами не сможете прочитать, потому что они видимы только вам один раз при создании, и, в общем-то, все. Ну, вот, если, наверное, вот так вот можно выразиться, то, наверное, каким-то таким вот образом. Еще раз, JVT токен лучше не хранить, он по спецификации AOS 2.0 не предназначен хранению, ну, вообще, где-либо, ну, кроме как в памяти. А SecretKey, если мы говорим о том, что это вот, то его тоже в хранилище не пихать, нигде не засвечивать, ну, и желательно менять там раз в неделю, раз в месяц, раз в год, в зависимости от того, насколько часто, насколько вам критична безопасность. Так, поехали дальше. Так, и вопрос номер 145. Можете рассказать о практических кейсах использования Redis Streams в C-Sharp-приложениях? Ну, насколько я помню, в Redis и Streams появились недавно, наверное, помню, что в пятой версии, но помню, что совершенно недавно. И это как альтернатива некоторым общепринятым подходам, просто в Redis это не было. Ну, сейчас у меня нету практического применения, нет примеров практического применения вот этих вот Redis Streams, к сожалению или к счастью, не знаю, мне как бы не довелось с ними поработать. Так, немножко теории я знаю, в общем, когда они вышли, прочитал. Удобная штука на самом деле, то есть они все оптимизировали таким образом, что это специальным образом некоторые прямо из коробки решают проблемы, которые приходилось городить. Но, на мой взгляд, это пока вот, ну не то чтобы сыровато. Мне кажется, уже за время, когда они должны, вот если вы не выпустили там с первой, со второй, там с третьей версии в конце концов, то тогда бы на рынке бы это было бы востребовано. А сейчас есть другие альтернативные варианты, которые, ну не то чтобы лучше, но они уже есть, никто я не знаю, не знаю, кто-нибудь может там стереть проект, запустить заново, потому что новая штука вышла в Redis Streams. И вот, ну не знаю, это как бы, на мой взгляд, не мне судить об этом. Нет, у меня практических кейсов использования нету, и говоря по-русски, практических примеров использования нету. Вот, поэтому, наверное, наверное, все, вот так вот. Вот, друзья, ну и что еще хотелось бы добавить? Ну да, тут и так все понятно. Пишите правильный код. Редактор субтитров А.Семкин